Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем говорить о таких актуальных темах, как распознать Божью волю и о благостарчестве. Очень часто люди приходят в храм и через определенное время начинается смятение, потому что их начинает интересовать, как понять, как поступить в той или другой ситуации с христианской точки зрения. И поскольку духовного опыта нет, люди очень часто ошибаются и попадают в разное заблуждение. До такой степени, что начинают любое свое действие обязательно связывать с Божьей волей или попадают под влияние разных людей. Это может быть человек старше, это возраст или по духовному опыту, или духовник так называемый и так далее. Или начинают разрабатывать разную атрибутику, через которую хотят оправдать свои действия. Притом, как канон, как закон, вот этот, как понять Божьей воле, в основном касается каких-то бетовых, вот, бетовым вопросом. То есть купить, не купить, продать, не продать, идти, не идти, работать, там не работать или в другом месте, видите, замуж не видите, жениться, не жениться, дружить, не дружить, вот такие вещи. Обычно, когда есть серьезные духовные вопросы, которые надо решать, эти люди вот никак не думают о Божьей воле. А вот то, что касается бетовых и так называемых, да, бетовым вопросом, им обязательно надо преподнести Божьей воле. Это вот такой парадокс. И этими воспользуются некоторые люди, при том люди, которые имеют и священский сан, и начинают управлять человеком, используя вот его неуверенность или его неопытность в духовной жизни. В принципе, в сектах это несет как бы массовый, то есть характер. Как раз там сплошное младоставчество так называемое, да, но младоставчество есть и... Младоставчество есть в традиционных церквях, о которых мы поговорим чуть позже. Итак, как распознать Божью волю? То есть, вот приходят люди и начинают спрашивать. Вот скажите, пожалуйста, ну, например, к священнику, да, батюшка, вот, да, за мной ухаживают два парня, я в смятении, я в нерешительности, не знаю, за кого, кого принимать, кого не принимать. Этот внешне, там, типа, симпатичен, там, и так далее, и машину имеет, и деньги, и все, а вот другого там нет, но зато у него характер более. И батюшка должен вместо вот данного человека решать, за кого она должна выйти замуж. Потому что батюшка-то Божью волю знает, какой же батюшка, который Божью волю не знает, да, вот. А вот сказать ей не хочет, да, постоянно хочет сказать, что, ну, ты сама должна ориентироваться, да, а нет, надо батюшку обязательно, то есть, довести до того, чтобы он сказал. А не скажет, вот послушал, в Подмосковье есть старец, вот пойду к старцу, там очереди, да, ну, неделю постою, точно скажут, вот, за кого мне выйти замуж, понимаете. Ну, вы сейчас улыбаетесь, а на самом деле это проблема серьёзная, фактически это вся дальнейшая жизнь определяется этого данного человека, то есть, а если вдруг ошибиться, и всё, понимаете, не тот выбор будет делать, и будет жалеть всю оставшуюся жизнь, понимаете, да, вот. Поэтому, конечно, эти вопросы актуальны. Идут к старцу, старец сказал, что так, дочь моя, не вздумай вот за того выходить, кто тебе так симпатичен, потому что Святой Дух мне сказал, что ты с ним счастлив, счастлива не будешь. И наоборот, Святой Дух мне сказал, что вот даже того, которого вот не очень-то, но всё-таки, в принципе, можно, запасной вариант, это тоже не пригодится. А Святой Дух мне сказал совсем другое. И эта бедная, которая пошла, думала, что или тот, или другой, то старец, ну, в кавычках, старец ей предсказал совсем другой, то есть, третий путь, который вообще в его планы не входило, да, и он пришёл, и она оттуда возвращается в совсем, то есть, в смятении и в таком ошрашенном состоянии. Вот, к сожалению, вот это сейчас происходит, и достаточно часто. Я это прежде всего наблюдал в русской церкви, да, и для русской церкви это было большой проблемой, было и остаётся большой проблемой, потому что в 90-е годы, когда народ начал воцерковляться, когда уже после коммунистического режима начали открываться храмы, то есть, духовная жизнь более-менее начала активизироваться, очень многие молодые священники, у которых был более-менее духовный опыт, вот они возобнили себя очень такими одухотворёнными, да, и начали налево-направо советы давать, и людям диктовать свои условия духовной жизни, вплоть до того, что поработили людей в самом ужасном состоянии, вмешиваясь в их личную жизнь, интимную жизнь, фактически человек без благословения духовника не мог в туалет ходить, вот, до такого состояния. Но были люди, которые хотели самостоятельно эту проблему решать и разрабатывали разную атрибутику. Например, был один парень, он перед тем, как какое-нибудь важное дело предпринимать, случайно открывал Библию, да, и читал, вот первый же попавшийся стих, да, и что попался, вот, он, исходя из этого, и как бы устроил свои дальнейшие действия. И вот там он как-то сказал, я помру, но этого делать не буду, на эту встречу не пойду, и так далее, но вот пришлось идти. И он сейчас думает напряжение, ну, старый там, то есть метод уже разработанный. Открывает, попадает 27-я глава Евангелия от Матфея, и пошёл Иуда и повесился. Он там, да, весь растерялся, что-то это не совсем Бог такой может сказать, да, это не подходит для него, неудобно, давай второй раз. Второй раз открывает, а там Лука, глава 10-я, а там говорится, иди и поступай так же, как было тебе сказано, да, Христос? Ну, тут уже совсем облом, понимаете? Он, вторая попытка вообще усугубляет, да, там-то Иуда просто пошёл и удавился, а тут Христос сам говорит, иди и поступай так же, всё, выбора нет, надо идти и повеситься. А он же сказал, что я помру, а этого делать не буду, а оказывается, надо помереть. Понимаете? Ну вот, а если серьёзно, если серьёзно, всё-таки, сколько бы, вот мы изучаем, да, историю церкови, предание святоческое, да, священное писание, нигде, нигде, ни отцы церкви, ни опыт церкви нигде не говорит, что надо по бытовым вопросам, по-любим вопросам обязательно познать волю Божию, вот этого, такой практики традиционной церкви нету, нету. Более того, если появляется человек, не имеет значения, кто он такой, имеет сана, не имеет сана, там, священник, монах, архимандрит, епископ, не имеет, если он говорит, я постоянно говорю с Святым Духом, и он мне говорит, что надо делать, как делать, и каждую неделю у него информация о Святом Духу, бегите от такого человека. Бегите. Не может быть такого, понимаете? Вот такого быть не может. Сколько бы он ни молился, сколько бы он ни постился, какая бы у него ни была борода, насколько бы он ни имел благочестивый вид, понимаете, не обманывайтесь на бороду. По-армянски говорят, мурухит чихавфек. Понятно, да? Вот. Не идите за такими людьми, потому что церковь этого никогда не учила, что кто-то постоянно получает, как переносчик, информацию от Святого Духа и передает другим. Это язычество и состояние прелести. Да, были святые люди, были отцы церкви, которые, достигая совершенства, они имели дар познать Божью волю, да, и Святой Дух им открывал. Но эти люди никогда это не рекламировали, это на бетовуху не перенесли, на бетовые вопросы, и этим не делились налево и направо. Понимаете, это очень личное, очень личное. И вот только что взять и вот так, вот так разбрасывать, это вызывает очень большие сомнения. Многие могут сказать, а как же, вот Диане апостолов читаем, там же апостолы постоянно получают дарование, то есть открытие Святого Духа, Святой Дух это говорит им, это говорит им, это говорит им, но обратите внимание, никогда эти люди, что апостолы, что христиане первого века, никогда они не стремились к этому, то есть целенаправленно не сказали, Господи, открой нам Твою волю, что нам делать. Вот этого не было. Открытие было, но тогда, когда они не ждали этого. Понятно, да? Бог сам решал, сам решил, открыть себе, открыть свою волю им, или нет. Единственный раз, чтобы они начали, хотели понять, ориентироваться, потому что вопрос был сложный, что они сделали, помните? Кидали жребий, старая еврейская привычка, кидать жребий. Когда Иуда отпал, и надо было выбрать нового апостола, и они помолились и сказали, Господи, вот есть несколько достойных людей, мы не знаем, кого выбрать, потому что 12, это было символическое число, это число надо было сохранить. И взяли, бросали жребий, и жребий выпало на Матфея, и Матфий стал 12 апостолом. Единственный раз. И больше об этом ничего не говорится. Это не означает, что когда апостол Павел решил ехать, например, на проповеди, на апостольское путешествие, взял и в Сварновой кидал жребий и узнать, едем туда или сюда, а потом надо было ехать в этот город проповедовать, опять жребий кидают. Это то же самое, что вот книгу открыть, и вот смотреть, что написано. Понимаете? Вот этого не было никогда, такой практики не было в христианской церкови. Никогда не было. В христианской церкви этого нет. И все точки на «и» ставит сам Христос. Что он говорит? Прежде всего ищите Царство небесное, все остальное вам приложится. Не думайте о ваших вот этих всех вопросах, как надо поступить. Живите по заповедям. Живите по заповедям, потому что это и есть воля Бога, что все люди, познав Его, Господу, живя Его в заповедях, спаслись. А все остальное уже, понимаете, все остальное уже вторичное. Как в этой шутке, которая сейчас крутится в соцсетях, типа, ложись спать, Бог все контролирует. Да? Написано. Или не пойду на работу, если Бог, на это Божья воля, Бог сам не отправит на работу. Буду лежать, и все. То есть до такого абсурда может дать, а на самом деле это реально, я не утрирую его, так и случается с людьми. Я знаю людей, которые реально там специальные механизмы отрабатывали, пока это все не сделают, из дома не выходят. И фактически впали язычество. Так вот, то есть, если вы хотите ориентироваться в том или ином вопросе, не заморачивайтесь. Потому что Господь не вмешивается в личную жизнь человека, вот каждый раз, чтобы ему как-то стучало, или сны были, не знаю, или какой-то голос сказал, да? Или вот духовник обязательно должен тебе, то есть ты становишься фактически бесхременным человеком, да? Выживите, выживите, как вот вам, как бы ваша логика, разум, да? И ваш духовный опыт подсказывает, а все остальное потихоньку вам откроется. Иногда бывает, что люди ошибаются тоже. Ну и что это все для человека? Понимаете? Вы вот в работе, там, выборе одежды или покупке каких-то вещей, вы безупречны? Бывает же, ну покупаешь, потом не нравится. Верно? Бывает, что с человеком познакомишься, потом разочаруешься. Вы же за каждым таким моментом не бегаете кому-то спрашивать, да? А представляете, что с вами будет, если вот каждый этот момент вы будете решать через другого человека. Каждый вопрос, каждую проблему будете решать через другого человека. Поэтому очень хорошо говорится вот о познании в книге притч, вот вторая глава, если с первого стиха читать, что написано? «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и вызывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум». То есть для того, чтобы познать Водию Божию, надо искать именно мудрость, надо просить, что Господь дал мудрость. А эту мудрость как раз ты приобретаешь в страхе Господне, это не тот страх, который не животный, страх Господень, то есть когда ты почитаешь Бога и стараешься заповеди выполнить. когда ты будешь в страхе Господа и будешь жить в его заповедях. Вот если будешь жить в его заповедях, Бог откроет твои духовные глаза и ты приобретешь мудрость. Ту мудрость, которую предпочел Соломон, когда Господь ему предложил, сказал, что я даю все, и при этом еще и даю мудрость. Что ты выбираешь? Он выбрал мудрость. Или сами на себя попробуйте, сами себя испытываете. Если вдруг некий человек сказал вам, знаешь что, я вот завтра тебе даю и дом, и машину, и долги твои погашу, и ипотеку, и все остальное, и еще много-много дам, но мудрости не дам. Или вот всего этого не даю, это все ты будешь делать, но даю тебе мудрость. То вы выбрали бы. Я думаю, вы выбрали бы мудрость. Потому что если нет мудрости, если нет благоразумия, все, что он бы дал, можешь очень легко потерять. Это как раз соблазн, это от дьявола. А если Бог дает свою мудрость, тогда ты можешь ориентироваться в любой ситуации по Божьей воле. Также в Кримлянам, глава 12, апостол говорит, «Итак, умоляю вас, братья, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком си, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот здесь апостол уже более конкретно говорит, в чем воля Божия. Он говорит, для того, чтобы познать волю Божию, надо, во-первых, жить именно только для Христа, как он сам говорит, «Для меня живу я для Христа, живу, умираю я для Христа». Если будете жить так, если будете жить не по тем условиям, которые диктует этот мир, а по тем условиям или по тем предложениям, которые Бог давал, тогда вы познаете его волю. тогда не надо бегать туда-сюда, чтобы познать его волю. Понятно, да? Есть люди, которые, конечно, говорят, вот знание, или вот это только знание, это хорошо, но лучше, когда человек, то есть слушает своему сердцу. Вот сердце подсказывает, иногда вот ты знаешь, что это не так, но сердце подсказывает, надо идти по зову сердца. По зову сердца, зов сердца, это, конечно, хорошо, но мы должны понять, что всё-таки зов сердца, это всего лишь наши ощущения. Идёшь по зову сердцу, и потом попадаешь в такую ситуацию, что потом оттуда, видите, бывает очень сложно. Вот у меня знакомая по зову сердцу пошла, вышла замуж, потом через два месяца я с ней встречаюсь, а она развелась. Но по зову сердца всё было. Понимаете? Я говорю, ну ты же смотрела, кто он такой, и всё такое. Говорят, ну я думала, что я могу его изменить, а в итоге изменило, не изменило. В итоге наоборот, всё изменилось. Понимаете, да? Вот. По-любому, без знания, без знания, да, очень трудно будет ориентироваться. Если ты не знаешь правила духовной жизни, ну твоё сердце всё, что угодно, может тебе предсказать. Мало ли. Потом предсказать будут уже инстинкты, а ты думаешь, что это сердце. Как и говорит Павел, в последнее время многие по своим прихотям будут выбирать для себя учителей, которые как бы ласкают им слух. И по прихотям, то есть говорят, и они идут за ними. А за здравым учением не будут ходить, потому что это им неудобно. Поэтому так много лжеучений сейчас образовалось. И ещё один момент. Любое знание, любое знание, которое не связано с нравственными законами, это знание данному человеку ничего не даёт. То есть в духовной жизни, в христианской жизни, если у тебя есть очень большие знания, ну, богословские знания у тебя, ты прекрасно, например, закончил институт, всё знаешь, но при этом твой нравственный облик не изменился, ты это всё очень быстро потеряешь. Более того, это всё станет для тебя соблазном. Это для тебя станет очень тяжёлым грузом. И от этого счастливым не станешь. Более того, обязательно это знание у тебя будет искажаться. То есть, если я вам говорю одно, а в жизни я творю совсем другое, обязательно я буду попадать в разные искушения. Сто процентов. То есть, без изменения сердца человека, без изменения нравственной жизни или духовной жизни знания ничего не даёт. Наоборот даже, это большая опасность. Да, как говорит Ерише, корень всех бед это невежество. но и знание должно сопровождаться обязательно изменением внутренности человека. Имеется в виду духовным изменением, преображением человека. Если человек духовно не преображается, его знания хороша не стоят. Лучше, чтобы он этих знаний не имел. Понятно, да? Вот. Теперь вот о младостарчестве. Так вот, отчасти сказал, почему младостарчество возникает. То есть, вот этот неумение духовно ориентироваться, или вообще ориентироваться к жизни используют некоторые люди. Притом, часто, сами не осознавая этого. Людей так воспитывали, или они так читали. Читали, что вот, святые отцы, вот так, вот так, как один парень мне сказал, который сейчас стал монахом. Спрашивали, как твоя духовная жизнь началась? Ну, говорит, там я пошел к одному старцу, а он мне сказал, найди для себя старца и полностью подчини свою волю его воле. Ну, вот, говорю, такое было в 3-4, ну, 4-5 веках. Да? Притом, это было не так, как ты представляешь, вот, и это абсолютно неприемлемо сейчас в наше время. Почему? Ну, как вообще возникло вот это отшельническое монашество и вот это их духовная практика? Мы видим, что вот первый век, первый век христианства, первые века, вот первые два века, было вот достаточно богато вот обильными открытиями, да, и вот общением с Святым Духом, потом постепенно, постепенно увеличением количества людей, христиан, при том, те, которые номинально просто стали христианами, а духовной жизнью не жили, да, это привело к тому, что церковь обмешлялась. Церковь обмешлялась, появилось там очень много случайных людей, и вот те люди, которые считали себя истинными христианами, или те, которые хотели держать вот этот духовный стержень, они убежали в пустыне, то есть уединились и попробовали так подвязаться, чтобы как бы не заразиться вот этим миром, да, они жили действительно очень строгой жизнью, были аскетами, но интересный момент, никто из них не взял на себя священцевскую власть, то есть сан они не взяли, они просто были монахами-отшельниками, почему? Потому что сан подразумевал определенную власть над другими людьми, а это было очень опасным моментом, это было очень большим соблазном, поэтому эти люди не рукополагались. Потом уже, когда начали образоваться монастыри, когда уже епископы имели такую власть, вот тогда и появилось такое явление, как младостарчество, то есть как бы млад и старец, то есть как бы не дорос он для того, чтобы быть старцем, но он возобнил себе старцем, и дает налево-направо советы. Вот в чем суть младостарства. Притом, почему люди текут к таким людям? Потому что, например, в отличие от других священнослужителей, они прежде всего отличаются астетизмом. Они там часами-днями молятся, они там не кушают мясо, монашествуют, постятся и все такое. И это, конечно, вызывает впечатление. Но мы не должны забывать, что когда ты начинаешь духовную практику аскетическую и преодолеваешь телесные страсти, и ты чувствуешь эту власть и вот эту силу, которая открывается, духовная сила, которой раньше не было, потому что вся твоя энергия была направлена на преодоление телесных слабостей, вот тогда и появляется совсем другая опасность, а именно духовная прелесть или духовные грехи. А это как гордыня, зависть, тщеславие и все такое, которые распознать уже гораздо сложнее, чем, например, телесные страсти. В духовной области растеряться или заблудиться легче, чем в борьбе против телесных страстей. А иначе не должны были буддийских монахов так же почитать, как и христианских. Они же тоже все аскеты или йоги, или там практикующие другими религиозными направлениями. Вот чем опасность. Но вот это привлекает людей, потому что это разное, люди видят отличия, и идут за такими людьми. И попадают, как бы от огня бегут, попадают в воду. Или наоборот. Так вот, об этом эту проблему уже было достаточно давно, поэтому, например, Игнатий Брянчининов, который изучал духовную жизнь монашества в русской церкови, он твёрдо говорил, что те монашеские практики, подчинение полностью своей воле кому-то, которая была тогда, в древние времена, ни в коем случае не приемлема, даже в 19 веке, он же жил там, начало 19, уже в 19 веке невозможно было, и нельзя было вот этого сделать с людьми. Куда уж в 21 веке. Понимаете, да? Тогда он сказал, тогда был совсем другой подход, совсем другая ситуация, сейчас совсем другое. тогда эти люди, которые как бы были типа старцами, да, они никогда не позволили бы как бы насильно свою волю принудить что-то сделать, вот, например, своим послушникам. Они были как любящие отцы, которые заботились о своих монахах, но ни в коем случае не диктаторы и не тоталитарные какие-то как узурпаторы. Вот. Но вот это вошло, вошла в церковь. Это вошла в церковь, у этого явления были, вот, были свои причины, как я сказал, да? И очень многие люди, увлекавшиеся этим, потом заблудились еще больше. Поэтому надо быть внимательным. Духовная жизнь не такая уж легкая, такая вещь или штука, как кажется новообращенным, которые сразу начинают изучать, познавать, да? А на самом деле там есть очень много сложных, сложных переулков, сложных моментов, которые надо обязательно быть внимательным, чтобы не ошибиться. Поэтому, дорогие друзья, я хочу вас вот предупредить, что вы всегда были внимательны. Всегда были внимательны и твердо знали, что если кто-то хочет вам диктовать свою волю и говорит только я прав, больше никто, да? Или у меня есть прямой доступ типа Богу, да? Всегда будьте осторожны. Настоящий духовный человек никогда вот этого не делает. Никогда. Даже если он получает от Святого Духа этого, он вот это вот никогда не делает. Вот смотрите хотя бы, следите просто за жизнью апостола Павла. Он только один раз сказал, что Святой Дух мне открыл, когда он уже должен был умереть, его арестовали, и он знал, чтобы его обезглавить. Он сказал, вот Господь мне сказал, что скоро я отойду от этой жизни. все остальное время это фактически были действия абсолютно независимого, свободного человека. Хотя эти люди видели Христа своими глазами. У этих людей были такие большие откровения, которые не было потом ни с кем. Но и те, эти люди себе не позволили сказать и вот так, и вот так, и вот так, а мы сейчас вот так. вот этого нету. Возьмите, просто читайте книгу Деяния и послания апостола Павла. Нету этого. Читайте также вот у этих аскетов 4-5 века. Даже в эти времена подход был совсем другой. Хотя я сказал, что уже очень многие практики, которые были в эти времена, они не пригодятся в наше время. Понятно, да? Так что спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу.